Здравствуйте, с вами канал I Like Pet и в этом ролике мы расскажем вам про бельгийскую овчарку Грюниндаль. Грюниндаль одна из четырех разновидностей бельгийских овчарок. От Малинуа, Тервюрен и Лакинуа ее отличает длинная черная шерсть и более спокойный семейный характер, чем у других представителей бельгийских овчарок. Грюниндаль великолепно подходит на роль сторожевой собаки. Эти животные внимательны, смелы и хорошо подаются дрессировке. Грюниндаль, увидела я ее и за 10 минут просто поняла, что это моя собака. Чисто визуально почитала описание, все как бы подходит. Живем мы за городом, молодые, активные. Собака тоже очень активная. Все подошло, все параметры. Живет на улице она ночует у нас. Днем целый день с нами. Ребенок маленький, вот они выросли вместе практически. Очень довольны параметры. В отличие от Малинуа, конечно, это более такая спокойная и более, я бы сказала, собака-компаньон. Ну, они вот все компаньоны, но это более рабочие собачки. Требует более для себя ответственности в плане дрессировки. Бельгийская овчарка Грюниндаль имеет хорошо развитое крепкое тело. Рост в холке у представителей породы обычно составляет от 56 до 66 сантиметров. Вес в большинстве случаев колеблется от 25 до 35 килограммов. Шерсть у этих собак длинная и прямая с густым подшерстком. Стандартом породы признан один окрас – черный. Допускаются белые отметины. Бельгийские овчарки Грюниндаль – активные, любопытные питомцы. При правильном воспитании и социализации с самого детства во взрослом возрасте они способны хорошо уживаться с другими домашними животными и отлично ладить с детьми. Характер веселый, игривый такой, но в то же время она очень настороженная к чужим, как сказала, даже недоверчивая. У нас еще три кошки, попугай, лошадка маленькая, американская карлика, со всеми же дружно. С лошади особенно носятся голубым друг за другом. Влилась в наш коллектив. При уходе за бельгийскими овчарками Грюниндаль особое внимание стоит уделять прогулкам с питомцем. Регулярные физические нагрузки необходимы этим собакам для поддержания хорошего физического и психологического самочувствия. Также при содержании Грюниндаль нужно следить за состоянием шерсти, глаз, ушей, зубов животного. Она не требует особого ухода, так как собака вообще не пахнет, не имеет запаха, поэтому моем крайне редко, только если перед выставкой. Чесать чешем, но опять же, из-за того, что она живет на улице, линяет не сильно. Только подкушим, приходится вычесывать. Ну, тоже не так часто, вот ей сейчас 14 месяцев, она один раз только полиняла. Средняя продолжительность жизни бельгийских овчарок Грюниндаль составляет от 12 до 14 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ialike.pet. До новых видео!